девчонки всем привет это марина и наступил момент когда я покажу вам снова свою косметичку на неделю хотела показывать это видео воскресенье снимать но к сожалению как-то воскресенье времени у меня не находится а в понедельник как раз более менее удобно и я уже принесла сюда свою коробочку как видите это другая коробочка не та деревянная которая вам показывала в прошлом видео не знаю почему-то мне захотелось просто переложить все в обычную такую квадратную коробку это мне было более удобно потому что не нужно было утром спешки по отсекам все рассортировать и вот так вот вот так это все там выглядит ну конечно я раскладывал это более презентабельно просто сейчас все собрала для видео чтобы вам показать и также приготовила уже продукты которые я хочу в эту коробочку добавить и давайте посмотрим чем я пользовалась чем не пользовалась из того что выбрала на прошлой неделе итак и даже не знаю с чего начать давайте начнем с лаков для ногтей первый лак это был шанель френзи 500 559 оттенок а я им пользовалась один раз и наверное дня 4 я носила этот маникюр у меня нормально держится эти лаки никак не могу пожаловаться нравится буду сюда отставлять подальше вот этот вот лак и иван speed dry это якобы быстросохнущий лак но у меня он тоже сохнет очень долго и даже вместе с сушкой от иван которая кстати мне очень нравится и на других лаках в принципе она неплохо работает но с вот этим она почему-то не очень дружит сейчас у меня как раз маникюр выполнен с этим лаком не очень аккуратно и торопилась но как есть пользовалась бриллиантовым восстанавливающим комплексом от эвелайн и под тот и под другой лак наносила хочу это средство закончить потому что она уже даже там не достает до кисточки то скорее всего уже скоро она будет выброшено а вообще пользовалась на этой неделе тоже дальше бальзам для губ сейчас покажу я не помню показывала его в тот раз или нет немного я им конечно пользовалась тоже как-то в основном больше помадами блесками его в основном на работе использовала носила в сумке также для губ я использовала блеск от divash пользовалась не каждый день но наверное раза три за неделю я его использовала просто он достаточно яркий я его немножечко снимала салфеткой чтобы это все выглядело более натурально вообще блеск хороший он пахнет приятно конфетками его хватит на очень долго поэтому я его планирую еще в коробочке тоже оставить чтобы как-то с ним справиться помада ты в раше которая у меня в такой баночке кстати очень мне понравилось и честно говоря сейчас я не нашла там такую помаду может я плохо искала но в общем то вот этот вот оттенок он вообще классный мне просто он настолько понравился и я буду им сейчас пользоваться с удовольствием и надеюсь что у меня потом получится что-то подобное найти я вам сейчас свой сделаю я не ушла так сейчас я просто нанесу на руку вот так выглядит данная помада камера ее немножечко делает более яркой но в основном она уходит в такой лиловый оттенок очень понравилось и оставлю ее скорее всего на следующую неделю тоже почему бы и нет дальше карандаш вот этот карандаш из журнала магия красоты я его только что подточила он скоро закончится мне кажется неделя две и он у меня уже полностью уйдет мне нравится использовать карандаши до конца я всегда так делаю то есть я не вижу в этом в принципе ничего страшного почему бы не пользоваться продуктом на сто процентов то есть я так вот делаю и не вижу в этом ничего плохого этот карандаш я планирую тоже оставить в коробочке для бровей Color Tattoo от Maybelline оттенок 40 permanent taupe дыра еще больше увеличилась но думаю еще до нового года точно вот этого количества мне должно хватить очень нравится мне этот продукт я думаю что его и потом буду покупать хотя для век он мне абсолютно не подходит скатывается все просто ужасный первое время думала что его просто выброшу потом попробовала для бровей понравилось так же для бровей использовала алюмины но вот этот вот гель тонирующий мне сейчас он как то вообще не нравится один раз использовалась за неделю нужно было выскочить в магазин быстренько и я просто причесала им брови ну не очень честно говоря вот скорее всего он больше подойдет вот для людей у кого брови густые от природы итак вы сейчас снова увидите эту палетку которую я типа должна была выбросить но что я придумала в прошлой коробочке которую я собирала я показывала два оттенка тени от моряка и которые у меня просто лежали без ничего потому что как вы знаете в моряка и все продукты продаются в магнитных как эти штучки называются забыла в общем такие рефилы и они крепятся в магнитные палетки специальные поэтому якобы мы не переплачиваем за упаковку и вот они у меня были отдельно я решила вставить их в эту палетку почему нет пользовалась вот этим светлым в основном под бровь коричневым практически не пользовалась и продолжала использовать вот эти вот старенькие два оттенка оливковый и голубой просто для закрепления теней какого-то цвета они мне сильно не давали просто карандаш закрепляла и все пока что оставляю вот так вот в таком виде пусть побудет все таки это более удобно дальше базы под тени базы под тени у меня были вот такие от эльф пользовалась нейтральной базой бежевой наверное два или три раза вот эту вообще ни разу не использовала на этой неделе как-то она у меня не пошла пробовала использовать в качестве базы под тени Color Tattoo от Maybelline в оттенке Infinity White 45 вообще не понравилось все скаталось просто кошмар поэтому это средство использовала в качестве хайлайтера просто точечно его наносила вбивала в кожу кончиками пальцев ну в принципе нормальное пока не надоест попользуюсь дальше палетка а-ля Герлен которую я использую как бронзер и хайлайтер на этой неделе я пользовалась только вот этим светлым оттенком который в качестве хайлайтера но я его наносила под бровь вот этими секторами которые темные как бронзер я не пользовалась потому что на коже были несовершенства а так как здесь шиммерные оттенки я решила что лучше я буду этого избегать эффекта и заменила их на матовые позже покажу на какие так клиник Сити Блок SPF 25 пользовалась продолжать нравится хорошее средство использовала каждый день пудра Клоранс с Кин Илюжин пользовалась два раза за неделю в основном я использовала вот эту пудру от Герлен это Герлен Парур нравится пользовалась пользовалась ею каждый день буду продолжать использовать нужно ее закончить тушь была вот такая Диора Иконик мне она не нравится я не знаю как-то мне она не подходит тут силиконовая щеточка мне не хватало какой-то туши для драматического эффекта эта тушь у меня такая абсолютно повседневная она с моими ресницами практически ничего не делает только чуть разделяет и все то есть такая на работу сходить консилер Urban Decay пользовалась каждый день он у меня практически закончился я думаю что на следующей неделе как раз я его полностью и закончу вот такой вот у него оттенок но он подстраивается под тон кожи я уже показывала в видео тут немножко он желтоватый но впрочем если хорошо растушевать он сливается и парфюм от Evidence осталось вот столько от Evidence от Evroche называется Evidence вот так вот осталось буквально на пару раз поэтому тоже хочу оставить и закончить мне этот запах не очень понравился то есть он такой ничего но ничего особого я больше его никогда не куплю я уверена хотя как я могу так говорить уверена все же может случиться вот коробочка пустая давайте сейчас ее заново наполним и так что же я хочу положить в коробочку для того чтобы пользоваться на этой неделе давайте начнем от обратного с парфюма оставляю Evidence нужно его закончить также к нему добавляю свой любимый Шанель Шанс тендер очень мне нравится ну аромат здесь такой достаточно насыщенный я не думаю что я прям каждый день буду им пользоваться также хочу попользоваться на этой неделе египетским маслом называется оно тысяча и одна ночь очень интересный аромат и свежий и пряный одновременно с этим ароматом мне часто делают какие-то комплименты спрашивают что это такое поэтому зачем ему простаивать буду тоже пользоваться потихоньку почему нет дальше из тональных средств клиник я решила убрать на этой неделе потому что мне хочется использовать вот такое средство от ВОВ это тональная основа со светоотражающими частицами у меня ее осталось очень мало это светлый оттенок и я его планирую смешивать с другим оттенком вот так вот он выглядит и смешивать я буду его с вот этим средством клиник стей тру мейкап у меня в оттенке 27 стей нюд это такой очень темный тональный поэтому как раз совместно с предыдущим я думаю я думаю буду так пользоваться дальше хочу использовать основу от Бель Космекс или как это правильно прочитать в общем это белорусская косметика называется Мириэль гель корректор на самом деле это силиконовая основа самая обычная и я хочу попробовать наносить ее вместе с вот этой вот пудрой от Герленд потому что пудра достаточно плотная возможно мне и не нужен будет какой-то тональный а можно будет обойтись только пудрой посмотрим как это все у меня получится попробую во всяком случае так скин иллюжин пока повторять не буду вместо нее решила взять живанши призм либре очень люблю эту пудру она четырехцветная это самый светлый оттенок сейчас пудру эту перевыпустили там меньше объем и но она мне кажется уже не такой классной как раньше вот это вот просто моя любовь но надеюсь что еще надолго хватит я с удовольствием ею пользуюсь выбирать сейчас этот светлый оттенок потому что включила в коробочку вот этот темный тональный крем то есть все это присмешивание я думаю даст как раз нужный цвет лица ставим сюда также продолжу пользоваться вот этими тенями посмотрим что из этого получится эту палетку я тоже оставлю может быть как раз буду пользоваться добавляю матовые румяна которые мне так были необходимы на этой неделе я решила что нужно все таки пользоваться и матовыми и шиммерными потому что мало ли какая ситуация вот так они выглядят тут была еще пудра светлая такая неплохая плотное покрытие у нее было тут уже практически ничего не видно я вам конечно что то там показала но уже вот такой оттенок и вот эти оттенки в принципе тоже я вам сейчас покажу вот так это все выглядит хороший продукт тоже его надолго хватит добавляю свою косметичку тушь оставляю вот эту от Диор еще ее помучаю тоже немножко и добавлю к ней клиник как она там называется High Impact маскара оттенок 01 Black я что то сегодня немножко заговариваюсь потому что после работы наверное все таки усталость берет свое так что извините но очень хочется снять для вас это видео потому что обещала и мне само это интересно наблюдать как продукты заканчиваются чем пользуюсь чем не пользуюсь что нравится что нет из лаков Chanel я уберу на этой неделе вот этот Avon оставлю пусть будет все таки люблю я красный в холодное время года Evoline оставляю тоже в качестве базы решила добавить к помаде от Evroche лак Color Trend от Avon оттенок лава лили лак как раз он приблизительно так и называется как помада я думаю должен подойти посмотрим вот этот гель но оставлю вдруг так тоже нужно будет куда то выскочить быстренько чтобы долго брови не рисовать карандаш оставляю тоже посмотрим как быстро он у меня уйдет базы под тени белую убираю телесную оставляю консилер Urban Decay оставляю он тоже должен закончиться средства для губ оставляю эти три все как и было у меня все устраивает и оставляю два оттенка теней от Maybelline один для бровей и один в качестве хайлайтера так на этом все коробочка полностью собрана косметичка на неделю надеюсь что вам было интересно спасибо большое за внимание встретимся в этой же рубрике уже на следующей неделе скорее всего в понедельник как всегда спасибо всем за внимание всем пока